Уважаемые жители микрорайона, уважаемые члены Совета Общины, почему вас сегодня пригласили? Хотим с вами, городская управа, обсудить возможность, целесообразность размещения рынка на территории вашего края. Сегодня специально пригласили для этого представителей профильных управлений, управления, заместитель городского головы, начальник управления строительства городской управы Дениса Змитрия Александровича, заместитель начальника управления архитектурой и государственной строительства города Каллина Пешковича, Бариса Петровна, я, наш покорник, начальник управления по работе с населением на территории КСБ, и есть у нас здесь, присутствует заместитель начальника управления экономики Волков Алексей Сергеевич, вот сейчас из уст руководителей профильных управлений по максимуму привести до вас информацию хотелось бы о том, что планировалось, услышать ваше мнение, ваше мнение, что впоследствии нам сделать некие такие вот общие, наверное, удобные, для всех удобно, не всегда получается, да, но тем не менее максимально учесть мнение другого. Ну что, предлагаю следующий формат. Сначала у нас выступят начальники, соответственно, профильных управлений, но и дальше мы с вами все это обсудим. Принимается такой формат? Ну что, уважаемый коллег, тогда начинаем. Вмитрий Александрович. Ну я предлагаю, да, слово предоставить Дышлевичу Ларису Петровне, да, это управление архитектурой государства, которые разработали концепцию размещения здесь торговых площадей, вот, ну а от себя могу сказать следующее. При размещении подобных объектов, да, безусловно, ситуация достаточно, ну скажем так, не совсем простая, да, здесь земельный участок, он обременен спортивными объектами, там есть детская площадка, да, безусловно, городское право исходило, прежде всего, из необходимости сохранения и переноса имеющихся спортивных объектов, их улучшения, такая возможность в городе имеется, и на этой территории буквально принято решение рассмотреть возможность переноса спортивного ядра на территорию среднеобразовательной школы, там, где будет, безусловно, площадка выполнена в более лучшем, скажем так, в виде, да, с возможностью размещения там хоккейной коробки, с возможностью эксплуатации для плюс-пяти градусов, сейчас в Калуге не совсем хорошая зима, в средней полосе климата, к сожалению, меняется, и вот те кротики, которые город совместно с учреждением пытался заливать и в этом, и в прошлом году, к сожалению, вот таким вот массовостью не пользовался, в связи как раз с отсутствием, значит, возможности, которые не давало походу, поэтому на территории школы, близлежащая вот здесь вот территория, прямо непосредственно граничит между школой и вот этим техникам строительным, да, где предполагается переместить спортивное ядро. Какие-то элементы, связанные с детской площадкой, останутся на том месте, где сейчас она практически имеется. Вот то, что я сейчас говорю, это планы городского права, которые мы хотели бы обсудить с вами, поэтому вы как догму это не принимаете, что это все истинно последние инстанции, значит, мы сегодня пришли, чтобы обсудить с вами вот такую возможность, да, переноса спортивного ядра на другую территорию и размещение вот на этой территории, и та территория, которая не будет устроена, и сейчас там находится площадка для угла собак, тренировок, которые будут тоже оставаться на своем месте, они просто сместятся немного вот в охранной зоне линии электропередач, значит, эта территория будет таким же образом эксплуатироваться теми людьми, которые занимаются воспитанием собак. Это вот наши планы. Лариса Петровна сейчас более подробно расскажет о своем проекте, концепции, который готовил управление архитектурой и градостроительством, ну, на ваш суд. А вообще, что касается торговли, она должна быть как-то равномерно распределена, безусловно, в городской среде для того, чтобы создавать удобные возможности для того, чтобы люди могли приобретать необходимые товары и услуги. Поэтому как раз эта территория, она отделена объектами торговли, я имею в виду такого рода продуктами, питанием, то, что предполагается осуществить в этом месте. Это не аналог, конечно, городского рынка, безусловно, здесь немножко другие площади, немножко другая нагрузка. Вот, поэтому это будет вот в тех площадях, которые сейчас предложат на ваше рассмотрение управление архитектурой, которые, безусловно, весь вот этот вот куст будет обслуживать. То есть вообще торговые площади и при осуществлении градостроительного расчета берется определенная территория, радиус покрытия, чтобы люди в рамках пешеходной доступности, без использования общественного транспорта, чтобы не перегружать наши центральные улицы. И вообще это задача городского права распределить все торговые площади современные. Вот, вы знаете, метро появилось, сейчас будет строиться Глобус на Тульском шоссе. Это вот те современные торговые центры, которые вот оттянут потребителей с центральной части города. И вот та задача, которую мы будем решать в рамках размещения, возможного размещения здесь рынка, она тоже нацелена на то, чтобы снизить трафик в центральной части города, чтобы люди, которые здесь живут и пользовались здесь этой же инфраструктурой торговой, которая будет создана в пешеходной доступности. Вот еще раз повторяю, вот это вот тяжелое место, я уже предполагаю, что будет вопрос, а что же будет со спортивным ядром, ну как нелогично, да, там переносить спортивное ядро на другую территорию, и нас все здесь устраивает. Вот еще раз вам говорю, при разработке проекта это было основное требование, чтобы никоим образом не навредить, значит, тому спортивному ядру, которое было сформировано за последние годы. Вот, ну, к слову сказать, я последний раз катался сам на коньках, вот на этой коробке, где-то, наверное, лет, наверное, 7 назад, вот лично я, да, потому что я здесь, в принципе, недалеко живу, вот, и вот, в принципе, понятно, что в зимнее время необходимы площадки для того, чтобы дети и взрослые могли пользоваться временем года таким, вот еще раз говорю, то есть та площадка, которая предполагается воссозданной территории школы, вот мы находимся буквально там в 70-100 метрах от той площадки, куда предполагается поднести спортивное ядро с территории предполагаемого рынка, проектируемого, да, вот там будет созданное условие для катания до температуры плюс 5 градусов, такие сейчас объекты есть, это, грубо говоря, холодильник, да, это установка для, значит, подготовки льда, которая может эксплуатироваться для температуры до плюс 5 градусов включительно, то есть могут при вот слякоти, когда там все это, площадка непонятно во что превращается, фактически бесполезное абсолютно сооружение превращается, в связи с тем, что там просто слой воды стоит, вот предполагается воссоздать в рамках соответствующего инвестиционного соглашения с нашим инвестором на территории среднеобразовательной школы, без ущерба для учебных процессов, вот тех учебных заведений, которые здесь работают, их три здесь работают в окрестностях школа, училища и еще, значит, лучшие, ну, сейчас правтехучилища номер 12, по-моему, да, по-моему, смотришь, номер 3, да, номер 3, номер 3, было когда-то, сейчас по-другому, да, называется, сейчас и поэтому, Лариса Петровна, не слово, а потом мы на любые ваши вопросы готовы будем ответить. Проект, это концепция, то есть проектное предложение по устроению, по размещению рищевого рыбка и рыбка сельхозпродукций. Вот на вот этой территории, которую будет занимать рыбку, вот это вот здание, мы его назвали, ну, функциональным центром. На первом этаже будет размещаться торговля сельхозпродуктами, а на втором этаже может размещаться вещевой рыбок. Вот здесь, я слышала, звучали вопросы по поводу парковок. Парковочные места у нас все рассчитаны, согласно местным нормативам для стоительного проектирования. Торговая площадь, первая дежа составляет 4 130 квадратных метров, и вторая 4 238 квадратных метров, и из расчета на 100 квадратных метров торговых площадей, 4 машинные места. Мы как бы вписываемся в эту антенцию. То, что касается и служебных стоянок, вот эта многоярусная парковка на 10 парковочных мест. Ну, подождите, послушайте, пожалуйста. Вот эта парковка, служебная стоянка. Погущение занимает 1500 квадратных метров. Из расчета 25 квадратных метров на 1 машинное место, это 400 машинных мест. Вот P2, это служебная стоянка, а это фестивая парковка. Ну, что предполагается, ну, это если по множеству предполагается подземная парковка, но в связи с тем, что, как Дмитрий Александрович сказал, там достаточно насыщенная территория, насыщенная сетями, поэтому, возможно, это будет дорогостоящее мероприятие. Территория, вот территория Даши, где вот этот собачий сферик был для углу собак, эта территория тут устраивается. Ну, по поводу спательной площадки Дмитрий Александрович сказал, я вам только покажу, вот это территория школы, а вот эта площадка, это крытая спортивная площадка, где он по площади, она будет в школу, в площади, да. У нас тут две школы, три. Десятая. Десятая. Она будет бесплатная, она будет такая же по цене, как этот котов. Давайте мы потом вопрос ответим, сейчас сначала Ваису Петровну дадим себе высказаться, потом вернемся к вопрос-ответу. Десятая площадка, только в культуре. Безусловно, людям проще парковаться и быстрее в обычной полоскоростной парковке, не многояруска, потому что неудобство, вы знаете сами, что по такой парковке не все привыкли и любят пользоваться. В наших торговых центрах некоторых, вот, да, парковочные места вокруг все забито, с нарушением, значит, правил дорожного движения люди паркуются, а парковочные места, подземные, вот сейчас московский торговый центр, там двухъярусная парковка, не пользуются, ну, в связи с тем, что нужно заезжать, выезжать на какие-то неудобные. Скорее всего, они будут парковать машины именно под моим окном, потому что у меня сейчас столько проблем с этим, что нашим детям страшно ходить, я могу только с ужасом представить, что здесь будет с этими парковками. Давайте я предлагаю так, давайте в формате вопрос-ответ. Лариса Петровна закончила выступление, сейчас я предлагаю одно слово тогда Волкову Алексею Сергеевичу, он еще пару слов добавит по поводу формата, каким образом городского права планируют все реализовать. Алексей Сергеевич, уважаемые жители, но в целом у нас сегодня, вы знаете, что центральный торговый центр, вот сегодня все эти три тысячи торгующих находятся там, в центре, и все вы знаете, что есть определенная проблема с доступом к этому рынку, то есть та же самая транспортная проблема, о которой мы сейчас с вами говорим. И наша задача управления экономикой, части торговли, мы хотим сделать несколько рынков по городу, вот несколько, может быть они будут меньше по размерам, но они должны быть в первую очередь в шаговой доступности, то есть наша задача разгрузить в центр, создать несколько рынков в микрорайонах нашего города. Ну, ну, для чего тогда так у нас есть здесь? У нас есть, здесь есть рынок. Вот вопрос у Макины, значит, мы с вами сейчас с вами здесь и обсуждаем. Вот мы сейчас от вас должны услышать, может быть вы скажете, нам не нужен такой большой рынок, сделайте нам небольшой, сделайте нам небольшой, порвать идеацию, пожалуйста. У нас хочется на череду, на моих продукт. Это будет сельскохозяйственный рынок, это будет сельскохозяйственный рынок, разве мы, может быть, с вами обсуждаем. ohl frame rate с populațiية, значит, но это сельскохозяйственный рынок, то есть это сельскохозяйственный, это сельскохозяйственный продукты, это картошечка, ну, вот, вот, все, что есть. С возможностью бесплатной торговли для тех, кто занимается личным подсобным хозяйством, как минимум 10% мест это должно быть для пенсионеров, для тех, кто занимается личным подсобным хозяйством. Вот что называется сельхознание. Вопрос у нас к вам такой. Мы посчитали, посмотрели, готовы подкорректировать проект, готовы с точки зрения транспортной доступности посчитать и еще раз вам представить. Если принципиально с вашей стороны возражений не будет, и вы готовы к обсуждению, то мы готовы в соответствии с вашими пожеланиями скорректировать проект и представить вам в том числе с расчетами проект по транспортной доступности. Скажите, а чем определено было индивидуальное место? Ну, во-первых, это одна из немногих территорий, которые находятся в муниципальной собственности. То есть это муниципальная территория. Во-вторых, с точки зрения обеспеченности данного микрорайона, здесь есть потребность. Мы посмотрели, есть потребность. Есть потребность. Есть потребность. У нас сделали торговые партии. Это которые всегда надо. Русские в России работают. Какая статистическая идея? Наши рожки продают. Рыбу и куру. У нас как-то есть. На площади, на площади, на площади, на площади, на площади. Там полотно. Сделали расставку. Там подшел площадь. Уже на площади. Хорошо. Но тогда какие у вас возражения по поводу этого объекта? Я этот участок, этот район знаю с пацановских времен, 9 лет, 1943 года. Плотно пришлось здесь уже поселиться в 50-м году, когда отец вынужденно взял участки для личного строительства. И постоянно живу 1959 года здесь. Так вот, все трудности этого места знаю, какое оно было пустое сначала и каким оно стало сейчас. Буквально за последние 10-15 лет по улице, через, поперек улицы Грабцевское шоссе не пройдешь. Задохнешься раз, долго ждать приходится два. Пыли, как на хорошей проселочной дороге в сухую погоду. Не пройти, не проехать. Транспортный поток не уменьшится нисколько. Строительство красивое сбоку на отшибе, зажатые железной дорогой и автомобильной трассой, абсолютно некомпетентно размещенные. Нельзя так строить. Когда-то у железной дороги была зона отчуждения. Она порядка 50 метров. Нету этих 50 метров от железной дороги. И вы еще хотите туда. Там газ проходит. Ничего нельзя строить. Это раз. Второе. Уже пытались на этом участке строить автозаправочную станцию, когда необходимости никакой не было. Лакомый кусочек. По моим понятиям, кому-то нужно в городе та площадь. Рынка очень престижная в центре. Теперь дальше. Кто сюда будет в этот мини-рынок, или, простите, в сельхоз-рынок, приходить покупать в единицы. Из города нужно будет ехать. Местные здесь. Они не будут основными покупателями этого рынка посетить. Надо строить рынок там, где массовое высокоэтажное строительство. Туда надо приближать торгующих к покупателям. Хорошо сказано было, что сохранится какая-то спортивная площадочка. Ее надо не сохранить. Ее надо расширять. Именно по свежим воздухам. Ее не нужно накрывать. Полетская площадка будет рядом со старинкой машины. Потому что микроклевод на ходке для детей важнее свежий воздух. А не старинка машин будет рядом. Я просто в марте месяце это был уже проект. Нам сказали, что мы собрали подписи, сколько людей желают этому рынку. И против. Против. Дали 86 человек. Против этого рынка. И зачем нам нужен этот рынок? Вокруг нас сколько магазинов. Мы все покупаем. Мы в городе ездим. И мини-рынок есть. И молоко есть. И где-то я не буду. Все можно купить. А если поставить здесь рынок, то здесь у нас, с нашими жителями, будет очень плохо. Здесь будет и наркотики, и убийство, и насильство. Они сейчас у нас отнимают эти чертенькие телефоны. А тогда что будет? Да тут будет милиции у нас. Полиции этой нету. Это его с огнем не найдешь. Я все поработаю уже. И вот. Это честно. И это нам. Не просто нам эти продукты нужны. Нам нужна безопасность. Потому что у нас большинство людей живут. Уже старики. Старички. Они же на пенсии все. Это молодежная работа. А детки? А детки еще много. У нас две школы. У нас три школы. Три школы. Три школы, да? Три школы. Три школы. Детки только ходят на эту площадку. И маму придут с работы с детками туда. И мы ходим. Я даже не всякую туда. После школы будем искать на время запроса. Да, да. Новый год мы встречаем. У нас только одно вот это развлечение. А то под Москву. А то под Москву. Да. Культурно-массовые мероприятия сейчас здесь находятся. И проводы зимы. Мы тоже там включаем. Все предприятия. И детки там наши. И зимой и летом. И коток у нас все есть. И вы знаете, у нас этот пройден, вот этот Сергей Николаевич, я с ним очень хороший контакт. Он нашли куда-то. И я говорю, давай сделаем нам, чтобы деткам были горьми, Три года вот это мы хлопотали, чтобы сделали для детей, кто-нибудь хотят. Сделали горьми, сделали коток, сделали мартушку, беседки есть, дорожки есть. Зачем же его ломать? Сколько денег утрачено, и теперь он все пойдет вот. И все, ничего не будет. Зачем этот топот? Пять человек пойдет на этот рынок. Нам черта нужно просить у Господи, что я так говорю, не нужен он на этот рынок. Ты мог взять. Пускай этот рынок не будет в другом месте. И эта твоя кромка, она никто не боет, потому что у нас все есть свое. Все выращивают эти овощи, фрукты, у нас волок. Потому что здесь у нас жены и дома, вот частные. Частные дома. Да, частные дома. И никто сюда не приготет, какая потребность. Зачем он нам урдит? Эти кромки так не знают. Не нужно это вырваться. Мы у нас очень гости, не надо его строить, это длинно. Нам не так хорошо. Мы обрушили нас, то есть вот этот блокочек. На всю мою полку. Нас и с Чурьомушу придут, и сетами, и с дачу найдут. И наша вся моя полка. Все правильные, и все. Так точно. Куда вы поедете? Мы никуда не поедете. Мы приедем сюда. Мы на Украине говорим, что уже больше 50 лет, 60 лет мы сюда ходим. А вы нас от такого огромного оголочка отнимаете. Зачем это нужно? Не надо. Я понимаю, но я абсолютно права, по многим позициям я вас поддерживаю. Что касается сегодняшнего формата, сегодня обсуждение, мы очень рады слышать, что вы вовлечены в обсуждение городских проблем, то, что вы, скажем так, не безразличны. Я понимаю, что эта территория долгое время была неблагоустроена. Вот сейчас, естественно, за бюджетные деньги созданы новые площадки, которые нелогично было бы там и уничтожать. Об этом речи вообще не идет. То есть речь идет о воссоздании площадки просто на другой территории, пешеходной доступности. Вот здесь город-центр, почему вы не учитываете наши интересы? Вот смотрите, еще раз говорю. У нас это инфраструктура. У нас тут пара, вы знаете, куда пойдет, я живу в районе баня. У нас абсолютно нет нашего двора. Абсолютно. Даже клубы выкорчевали, понимаете, с плитку закатали. Нам единственное место, куда войти, это туда. Куда... Ты как бы не задался уже культурный центр всему району. Ты нам построили два ангара, которые смотрятся просто ужасно. Извините. Никакой, да, никакой уникальности, никакого вот своего ничего. Вот просто два ангара. Почему вот все не соль на сюда? Вы забыли, что у нас тут есть еще? Ну, пульс-лагерь, дорога. Невозможно дорогу перейти. А это не пульная дорога. Дети сидят за забором. Вы не представляете... Ну, сейчас на них вот дети сидят за забором. Ромки стоят, как поднял, мы не можем уехать. Вот вы вот это вот понимаете, что не по горло лихнет, а не по шоку. Мы не можем уехать. Что вы нам? Вы нас вообще... Вы, 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 послушайте, во-первых, мы сегодня с вами лишь только обсуждаем, поэтому предлагаю тональность. Вы, в городах, что люди, которые... Тональность, тональность, ну, повисеть немножко, вот, и нормально общаться. Никто же не говорит, что завтра секс-каватор придет там. Поэтому речь идет о том, что мы вот на самом начальном этапе, на этапе, когда еще нет даже утвержденной концепции, это просто картинки, вы поймите. То есть мы с вами обсуждаем саму возможность, да, как вариант, который может быть, в принципе, компромиссным, да, вот с точки зрения создания, дополнительных, сохранения в том виде, возможно, улучшения этого объекта, размещения вот на той территории, которая за пределами спортивного ядра, неких объектов, торговли. Технопарк Грабсово с городом. Представляете, что будет здесь, если подать 3-4 фуры, разгружать товары. Транспортный коллапс. Это все наблюдали неоднократно. Когда проходят срогаовые выступления, здесь приезжает цирк, подъехали 20-30 машин, руки в каждую строку, биггаловиды, проехать невозможно. Третье. Рынок – это привлекательный момент для всех криминальных элементов. Идейской нормальной конкурсии. Я всегда дома, вокруг него убираюсь, я постоянно хожу шприцы. Здесь все вот, знаете, как мы говорим себе. Это будет продолжаться. И от этого избавиться нельзя, это минус. Четвертое. Нам надо сказать, что рынок – это новые рабочие места. Рабочие места, грузчиков и дворник. Вы, как городские власти, им вообще есть план. Вот это я правду. Предложите, пожалуйста, какое-то высокотехнологичное объемное производство. О чем сейчас призывает наш президент. Ну, где же вы находитесь? Пятое. Во что превратился наш город? Город загарный, точенный за островки жилых домов. Высокое этажное. Кто-то где-то ворвает какое-то пятно, строит дом, все детские площадки сужаются и уничтожаются. Ни одна детская площадка не расширится в последние несколько лет. По городу проехать невозможно. Двухрядное движение невозможно, как одна полоса за это постоянно стоящая машина. Люди машины простоят на улице. Вы, как городские власти, лучше подумайте о проорганизации парковых городов. Что, если по улице, может было проехать нормально. Скорая помощь не может проехать. Городским властям на нас глубоко наплевать. Ну, во-первых, я бы не стал так говорить. Я еще раз говорю, формат обсуждения это не навязывание какой-то идеи. И что, как цель сегодняшнего мероприятия, это обсуждение с вас, съемок информации о вашем отношении. Вы помните, не нужно ни в коем случае баррикады возводить между городскими властями и вам их нет. Понимаете? Девятиэтажка. Стандартная. 38 квартир. В одном подъезде. То есть, один подъезд. Это население целой улицы. По сути, вот этот вот район малой этажки это население двух девятиэтажек. Зачем торговый центр на такое количество мест? То есть, у каждого жителя, включая грудного ребенка и неподвижного старика, будет свой персональный ларек со своим продавцом. Если по цифрам считать. Логично? Дальше, в данный момент, вот сейчас, я только что посмотрел, ядр из пробки. У нас красным к ним выделено от низа и до верха. До площади победы у нас сейчас пробка красная. По Градскому шоссе она начинается желтенькая от заправочки. Дальше, внимание, хлебозавода, она красная. У меня рабочий день начинается с девяти. Я на рабочий день попадаю в половину десятого, потому что в девять часов проехать здесь можно либо на велосипеде, либо на вертолете. У вас замечательная стоянка, это хорошо. Каким образом автомобили будут сюда прилетать из центра и улетать обратно? Здесь в этой концепции нет транспорта. Правильно, нет транспортной схемы, она не продумана в приездах. Это не так и нет. Она нерешаема. Но вы поймете, что транспортную схему разорвать нужны реальные средства. Сейчас их нет. Нужны не средства. Это просто картинка. Мы просто с вами обсуждаем. Вы поймите, вот смотрите, сегодняшний формат беседы это обсуждение, просто вопросы. Еще раз, я просто повторяю, вы просто задаете вопрос, где транспортная схема? Транспортной схемы нет. Ее должен институт разрабатывать, здесь левого поворота нет. Здесь нет своих конфликтов внутри вот этой вот развязки. В данный момент ее организовать из нереально. Согласно ГОСТу, это невозможно. Хорошо. Другой вопрос. Вот смотрите, у нас замечательный солнечный бульвар. Очень многоэтажек. Если взять конечную троллейбуса, там большое поле. Точно, точно. Толлейбус. Троллейбус. Троллейбус. Там большое поле. Там возможность размещения плоскостных сооружений, громадное. Почему не разместить рынок там? И туда половина людей из города будет ехать по объездной дороге. Потому что это реально быстрее, чем через город проехать. Для того, чтобы мне съездить в Ваненге, дорога прямая вроде бы, я еду через завод Вольфсваген и вокруг, потому что это быстрее. Сейчас мы добавляем двойную нагрузку на эту транспортную систему, и здесь просто все встает намерно. Предлагаю вам в половину девятого приехать сюда и попробовать в Белый дом на работу, ну, хотя бы, не знаю, в половину десятого приехать. Попробуйте. Предлагаю выставить пост ДПС вот здесь вот на городе. Я распутал. Потому что по сравнению по поводу транспортной доступности и транспортной схемы зафиксировали. Давайте следующий вопрос. Спортивная площадка это всего лишь предлог. У десятой школы не будет стадиона, у нас спортивная площадка. Это все понятно. Здесь вопрос не вверх. Вопрос в том, что нужно кому-то это место конкретно. Какое? Конкретно вот это вот место. А где это? Никому жителям района это не нужно. И это факт. Прошло. Давайте просто вот считать конкретные цифры. Соответствие магистрали, наличие транспортных развязок. Давайте хотя бы вот к этому придем. Я же сам начал. Я не говорю уже про то, что вокруг рынка ежедневно стоит более тысячи автомобилей. Это только вокруг рынка не считаю при лекаре. Это и так, чтобы понятно. Теперь давайте возьмем их на 10 вот сколько частных домов сгорело вокруг рынка за последние 10 лет. Случайно. Почему на Маяковке сгорел один дом, а там не один десяток случайно сгорел? Кому это нужно? Давайте не будем вот так и выводом делать. Это не выводы. Это сгорело. Рынок есть и не может. Конкретно. Я не знаю. Я не знаю. Рынение будет внуш вадиться. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует... 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 Машину поставил и пошел. На ней, как говорится, то же самое, на московском, мало кто заезжает. А правильно, сюда же тоже так же будут мало заезжать. И, естественно, машины где будут парковать? По линии и по дворам, где мы живем. Это концепция. Это концепция. На чем мы останавливаемся? Мы анализируем ваши пожелания, и дальше вы смотрите, что с этим делать. Рынку здесь места нету. Единственное решение глупости нет. Выносите с центра. Вы все начали решить. Давайте все. Господин! Вы своего рода из Созval, мы вас restoration. Веришь вы, ordin rien в том же время. И мы неeras, как это можно! Это чувственный отечественные определенный диффер重. Отплатили мы плоти на лодке. Вот это все может быть did. Сделали тротуарский покажем, телепста грязь сняла меня друг друга. Я хочу сказать еще по поводу переноса рынка из центра. Я жил и бывал в разных городах России. Жил в Саратове, был в Петербурге, в Казани, в Волгограде, в Астрахани. И во всех городах в центре города есть рынки. В Саратове, например, городской рынок, на Чапаева, он построен в 1914 году. Это памятник архитектуры. В Астрахани городской рынок, большие сады, это вообще часть наследия, счет истории города. И это никому не мешает, никому не приходит в голову, там в Саратове переносить большие сады. То есть в Астрахани сносить большие сады или в Саратове переносить городской рынок. Это нормально, что в центре города есть рынок. Да, его, возможно, нужно благоустраивать, переделывать, делать крытым и так далее. Но его нужно оставить там, где он есть. Нет, решение не принято окончательно. Надо обсудить это все с населением, с местом. Это очень важно для города. Территория очень сложная и с точки зрения транспортной доступности, там наличия инженерных сетей. Поэтому в том виде концепции, которая предложена, скорее всего, не реализуема. По техническим параметрам, в связи с высокой стоимостью выноса сетей, в связи с тем, что необходимо реализовать транспортную схему, возможно, даже строительство тоннелей, но это просто нереально. А будут какие-то еще варианты предложены, помимо того, который огромный? Много вариантов сейчас рассматриваются. И на правом берегу в том числе. То есть это не перенос рынка как такового. То есть это просто создание дополнительных торговых мест. Поэтому это лишь только концепция, еще раз, кстати, внимание. Только лишь концепция. Ну, в смысле, центральный, да? Центральный? Да. Это не связано с центральным рынком? Вот здесь звучали такие... Ну, они же не могут перевести центральный рынок в зону, где еще хуже транспортная доступность. Кирова плохая транспортная доступность, а здесь еще хуже. Понятно, это не значит. Задача, вы просто не услышали, это распределить в тело города торговые площади. Потому что человек, где жил, там и потреблял услугу или товар какой-то. То есть приблизить потребителя к продавцам. Или что концепция, вот она, безусловно, имеет массу минусов. Однозначно. То есть спортивное ядро, это самое большое, наверное, минус. Второе, это большая стоимость воноса сетей, реализация транспортной схемы. То есть там необходимо будет строить реально что-то наподобие транспортной развязки. Я не скажу, что она должна быть многоуровневая, но что-то близко к этому. То есть если транспортную схему вот реализовывается в полном объеме, то там потребуется возможность строительства и транспортной развязки серьезной достаточно, чтобы там обеспечить себя трафиками. Поэтому это всего лишь концепция, как почва для размышлений.